Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Конец цитаты. В свою очередь, Росморпорт рассматривает предприятие в качестве партнера в обеспечении госзаказа и в перспективе может передавать ему новые подряды. На данный момент речь идет о производстве котиров. К слову, на недавнем совещании в правительстве области руководству Сосновского завода было рекомендовано расширить линейку гражданской продукции. Также в короткий срок завод должен представить в правительство обновленный план финансового оздоровления. Экономика. Бюджет региона на следующий год социальной направленности. Так, в эфире нашей радиостанции спикер УЗС Владимир Быков прокомментировал распределение бюджетных расходов в 2018 году. Напомню, в этом году на финансирование социальной сферы было заложено 63,5% областного бюджета. В следующем будет направлено 65%, сообщил Быков. Бюджет у нас все равно социальной направленности. Вопросы социальные – это образование, здравоохранение, соцзащита. Даже на соцзащиту у нас идет увеличение по сравнению с прошлым годом где-то на 221 миллион рублей. То есть все социальные выплаты, все обязательства мы будем выполнять. И исходя из этого, здесь мы говорим о том, что нам необходимо создавать новые рабочие места, нам нужно выводить нашу экономику из тени. Вот в этом направлении нам нужно работать. И я уверен, что если мы вместе правительство, законодательное собрание, муниципалитеты вот эту задачу будем выполнять, ну у нас должно все получиться. Хотя бюджет сложный. В данный момент закон о проекте бюджета на следующий год внесен на рассмотрение ЗАГС-собрания. Отмечу, бюджет региона впервые за много лет станет профицитным. Но те 800 миллионов рублей, на которые доходы превышают расходы, полностью пойдут на погашение областных кредитов. Программа «Экономика». Объем госдолга региона будет снижаться. Сейчас он составляет 26 миллиардов рублей. Дальнейшее его повышение невозможно. По прогнозам чиновников, в следующем году госдолг станет меньше почти на миллиард. В 2019-м упадет до 24 миллиардов 300 миллионов, а в 2020-м – до 22 миллиардов 700 миллионов рублей. Коммерческие кредиты в ближайшие годы будут привлекаться, цитирую, только на погашение действующих обязательств перед банками, сообщила министр финансов региона Лариса Маковеева. Несмотря на долговую нагрузку, по словам Маковеевой, все социальные обязательства регион выполнит. «Экономика» «На 101 АФМ». К другим новостям. Зарплата кировчан за три года вырастет на 4 тысячи. Если сейчас, по данным статистики, жители области получают в среднем по 24 740 рублей, то к 2020 году зарплата составит 28 600. Такая цифра заложена в прогнозе развития региона. Увеличению средней зарплаты, по словам чиновников, будет способствовать в том числе доведение заработка бюджетников до уровня, определенного майскими указами президента страны, а также повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. В следующем году рост средней зарплаты, по прогнозам чиновников, составит 5,4%. Это порядка 1300 рублей. Для сравнения, в целом по стране уровень зарплат поднимется на 8%. Асфальтобетонный завод в Кирове оштрафовали за загрязнение воздуха. По данным регионального министерства охраны окружающей среды, предприятие в Радужном сделало выбор загрязняющих веществ в воздух без специального разрешения. Анализ воздуха показал, что содержание этих веществ в 4 раза превышает норму. За это нарушение предприятию придется заплатить штраф в 180 тысяч рублей. Завод «Лепси» награжден Всероссийской премией за уникальную разработку. На предприятии выпустили оборудование, не имеющее аналогов в мире. Оно уже применяется на нефтяных месторождениях страны. Установка работает на оборотах в 2 раза превышающих возможности конкурентов. Она в 4 раза меньше по габаритам и расходует на 40% меньше электроэнергии, чем похожие образцы других производителей. За это изобретение завод стал победителем в одной из 9 номинаций премии «Авиастроитель года». Всего в соревнованиях приняли участие 117 ведущих компаний отрасли. А сейчас коротко несколько цифр. Прибыль областных организаций в 2016 году составила 34 миллиарда. С начала года в регионе появилось порядка 1400 новых юрлиц. Кировчане возвратили незаконно полученное пособие по безработице на сумму в 680 тысяч рублей. И в завершение о курсах валют. Доллар сегодня 57 рублей 67 копеек, евро 68 и 45. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ